Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас очередной мукпанк. Вы хотели разнообразие. Вот и пожалуйста, у нас с вами закусочный торт. Это сосиски в тести. Просто вот так вот сформированные. Если вам интересно, мы можем снять для вас рецепт. Но в принципе здесь ничего сложного нет. То есть, что здесь снимать? Вот так вот отрываешь. И здесь такая сосисочка. Прямо руками буду есть. Макаю в кетчуп. Очень вкусно. У меня появилась идея. Не знаю, как вы это воспримите. Понравится ли вам идея или же нет. В общем, у меня есть рубрика мукпанк с подписчицей. Правильно? И у меня появилась идея пригласить очень интересного гостя. Эта девушка в прошлом была мужчиной. И раньше, когда я была на втором курсе, она была супер популярная. Мне кажется, будет интересно, если она расскажет про свой опыт. Как она живет в такой стране, как Азербайджан. Теперь уже в теле девушки. То есть, если вы ее увидите, вы в жизни не подумайте, что когда-то этот человек был мужчиной. Она настолько женственная. В общем, если вам интересно, то пишите в комментариях. Если вы не будете поливать грязью, поднимать панику, чтобы не оскорбить гостя. Я ей написала, что хочу предложить такое вот предложение. Она сказала, что не против. Так что теперь решать вам. Но очень красивая девушка. Для меня это девушка. Теперь перейдем к самой главной теме нашего сегодняшнего мукбанка. Мне вчера подписчица отправила огромное письмо про себя, про свою жизнь, как она живет. И там попросила порассуждать. Как раз таки в видео на тему. Сейчас прочитаю вам. Мы с мужем живем уже 12 лет вместе. И это уже четвертый раз, как он мне изменяет. Первый раз очень сильно извинялся и оправдывался по этому поводу. Но последний раз вел себя, как будто так и должно быть. У меня трое детей. Я очень боюсь потерять семью и кормильца. Но последнее время он вообще перестал меня уважать и во что-либо ставить. Алька, пожалуйста, порассуждай на эту тему. Возможно, среди твоих подписчиков есть девушки, которые сталкивались с такой ситуацией. Я считаю, что если человек уже считает нормальным изменять, нормально себя вести так, нету смысла оставаться рядом с этим мужчиной. Ему в конце надоест и он сам уйдет просто. Найдет подходящий вариант и просто свалит. Почему-то сложился такой стереотип, что кавказские женщины все терпят, терпят измены и так далее. На самом деле это не так. Например, я ни за что бы не простила бы за измену. Хотя, смотря какая это измена. Если он там лайкнул кого-то или попереписывался, мне кажется, сложнее всего моральная даже измена, знаете. Не то, что он пошел с кем-то там переспал, а вот именно то, что, например, у него появилась любимая женщина где-то, любовница. Он с ней проводит время, он ходит с ней по ресторанам, общается с ней, понимаете. Вот это даже больнее, мне кажется, чем просто где-то там в кабаке перепил. И чисто физическая такая измена. Я бы не простила однозначно. Именно поэтому я столько работаю, что-то пытаюсь делать, чтобы не быть полностью зависимой от мужчины. Чтобы в любой момент, если меня что-то не устраивает, я могла встать и уйти. потом забуду, сейчас скажу. Рецепт на этот десерт будет в ближайшее время на мамином кулинарном канале. А что, ложку я не принесла, что ли, совсем? О, нашла. Попробуем. Ваши ситуации, я считаю, что самые правильные, верные выходы из этой ситуации просто взять и уйти. И причем, мне кажется, вы немножко опоздали. То есть, четыре раза прощать измену это уже ненормально. В следующий раз он вообще при вас будет вам изменять и это будет считать нормой. Дети, конечно, я понимаю, что сложно и все такое. Подавайте на алименты, пусть платят алименты. Сами выходите на работу. Но я не знаю, какая, знаете, ситуация. Я не могу сейчас рассуждать. Сейчас просто польется куча комментариев, что ой, не простила бы она измену. Всегда бывают подобные, знаете, комментарии, когда я высказываюсь на какую-то тему семьи и так далее. Ты сначала дорасти, ты сначала роди своих, потом там рассуждай. Возможно, вы правы. Но я просто говорю, так как я вижу ситуацию. как бы это грубо не звучало, мне кажется, рожать надо столько, сколько чисто сама ты потянешь. потому что сейчас время такое, знаете, нестабильное. Сегодня у тебя есть, может, завтра у тебя его нету. Это наши дедушки, бабушки жили до конца дней своих вместе. То есть развод считался позором. А сейчас каждый думает, жизнь одна. Я хочу прожить ее круто. зачем мне себя заставлять мучиться. Я считаю, что если тебя уже не уважают и считают измену нормы, срочно надо бежать. Даже вы опоздали. Иногда женщины начинают там ругаться с любовницами, устраивать там драки. Нет, он мой, она нет, мой. И так далее. То есть я считаю, это просто очень низко. Он выбрал другую. Он ушел от тебя. Он тебя изменил. Он предатель. Зачем тебе унижаться перед предателем, который предал ваш этот мирок. Предал вашу ячейку общества. Да, это больно осознавать. Да, это неприятно. И мы, женщины, не всегда можем с этим смириться. Но так унижаться, падать в ноги. У нас просто есть одна родственница. Она вот прям чуть ли не в ноги падала своему бывшему мужу, что вернись у тебя там дети. Как они без тебя? И он так и не вернулся. Мне кажется, это еще больше отталкивает. надо вести себя гордой. Опять же, это мое мнение, ребят. Возможно, я не права. Возможно, вы считаете иначе. Если вы считаете иначе, то пишите в комментариях, вот как бы вы поступили. Многие говорят, вот мудрая женщина, она бы простит первую измену, сделает так, чтобы он дальше не пошел поугулять и так далее. Ну, не знаю. Я конкретно говорю от себя. Я пусть даже всю жизнь работать буду. по три мукбанка в день буду снимать еще вечером, потом составлять отчет у себя на работе. Но я никогда не позволю неуважения к себе вот в таком плане именно, чтобы мне наставляли рога и всего круг надо мной смеяли, что вот она нифига не знает или это первая его жена, это вторая его жена, господи. То есть, мне оно не надо. Кто-то, возможно, выберет свой комфорт, чтобы все у него было, а гуляет, ну и пофиг. То есть, я, наверное, не из таких девушек. Лучше мне будет тяжело, но я хочу жить себе в кайф. Или, например, девушки, опять же, не осуждаю, девушки молодые, которые живут с богатыми такими дядинками, пузатыми. Для меня это тоже дико. Неужели эти деньги стоят вашей молодости? Лучшие годы вы посвящаете этому человеку, которого не любите абсолютно. Ну, даст он вам какие-то блага. Знаю я одну такую девушку. Он подарил ей машину, оформил на себя. Купил квартиру, оформил на себя. И говорит, на, пожалуйста, живи. А завтра они расстанутся, что он ей машину оставит. Именно из-за этого, да, оформлял на себя. То есть, вы знаете, тут, конечно, можно нарваться на какого-то миллионера, там, не знаю, щедрого, до потери пульса. А так, терять свое время, драгоценное, лучшие годы. Каждый выбирает что-то свое. Мне таких людей не понять. сейчас все начнут писать, вот, ты просто неудачница, ты не можешь себе найти такого человека. Мне оно и не надо, девочки. Поверьте мне, сегодня вы рушите чью-то семью, завтра Бог это вам вернет. Завтра и с вами так поступит. Поэтому тут, конечно, решать вам. Но, на мой взгляд, как бы, лучше всего самой развиваться, что-то делать. Мне мама говорит, если суждено, говорить быть богатой, ты обязательно будешь богатой, несмотря ни на что. А что касается девушек, которая мне написала, к сожалению, у меня нет опыта в этой сфере. Напишите, пожалуйста, вы в комментариях, был ли у вас такой, уходили ли вы от мужа. Ну, как-то подробно расскажите, пожалуйста, было бы интересно, вот насколько вам интересно узнать меня. Мне также очень интересно читать комментарии, особенно длинные, какие-то жизненные. Вот. Однажды прочитала комментарий под своим видео. Девушка рассказывала про то, что ее бывший отнял даже кольцо, которое подарил ей. Не то, что при разводе квартиру отнял, представляете, даже кольцо этот человек отнял. Я прочитала и просто была в шоке. Господи, какие люди бывают. Я наелась, моя хорошая. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот этот вот звук пылесоса, это не мама, это соседка сверху. Она каждый день пылесосит. Иногда бывает два-три раза в день. Не забывайте подписываться. Всех люблю, целую. Пока.